Я с Борисом Днемцовым был знаком много лет назад. Мы даже там гуляли, немножко выпивали, когда он был губернатором. Мы приезжали с Аллой Борисовной Пугачевой на гастроли. Он очень мило себя гостеприимно вел. У меня очень приятные впечатления. Он открытый, веселый. Женщины просто от него млели, потому что он высокий, статный, замечательный, харизматичный мужчина. Как они говорили. Но в последние десятилетия, когда власть его практически заблокировала после вот этих либеральных перемен, он не то чтобы обозлился, он, мне кажется, обиделся на очень многое. И, конечно, деятельность его была очень острой, тревожной для многих людей, которые выступали категорически против вот таких либеральных, острых разбирательств, которые он все время поднимал. Мне кажется, что это преступление, а любое преступление – это ужасно. Вообще лишение жизни человека – это самое большое зло, мне кажется, вообще. И не будет раскрыто, потому что это, по большому счету, невыгодно. Даже его друзья, мне кажется, по оппозиции, он должен стать неким флагом, неким символом, мучеником. А мученик – это значит что-то необъяснимое. А если мы говорим о власти, то мне кажется, что тоже многим невыгодно. А если говорить о власти, то многим, наверное, людям, которые были вовлечены в эти вот все политические и кулуарные распри, тоже невыгодно поднимать, потому что он хотел какие-то списки, он выискивал что-то. Мне кажется, что ситуация так и останется в таком якобы в розыске, в якобы в следствии. На самом деле это никому не надо, ни той, ни той другу страны. Но это мое личное мнение.